Ежегодно около 1 миллиарда человек во всем мире занимаются волонтерской деятельностью. Дело хоть и добровольное, но предполагает оказание помощи и содействия в различных сферах деятельности. Только в нашей республике насчитывается 5000 волонтерских организаций, свыше 20 тысяч неправительственных организаций. Какова роль НПО в Казахстане? Что делать с организациями-однодневками? И о перспективах развития узнаем из следующего материала. НПО существовали в нашей республике еще в конце прошлого столетия, но наибольшее развитие они получили уже с обретением независимости. Сейчас в Казахстане официально зарегистрировано 22 тысячи неправительственных организаций, которые работают в различных сферах общества. Всего лишь 12 тысяч из них активно развивают свою деятельность. Почти треть из этого числа внесены в базу Министерства общественного развития и претендуют на получение государственных грантов. Не надо переживать, вот как сейчас особенно государство переживает, что они зарегистрированы, но не работают. Ну пусть не работают. Они вреда не приносят никому. Когда интересные программы пойдут, может они начнут работать. Жебек Ахметова более 13 лет посвятила работе в неправительственной организации. Четкая гражданская позиция привела ее именно в эту сферу. Совместно с коллегами она воплощает в жизнь проекты, которые, по ее мнению, необходимы и особо значимы для общества. А самое главное, ее труд приносит большую пользу людям, которые нуждаются в помощи. Я счастлива работать, потому что я могу здесь реализовать все свои идеи в реальность. Можно любую свою идею воплотить в реальность и именно как раз-таки через разные такие проекты помочь гражданам, таким же жителям, как и сама. Неправительственные организации защищают права потребителей, помогают людям с ограниченными возможностями, женщинам, ставшим жертвами бытового насилия. Они задействованы практически во всех сферах жизнедеятельности казахстанцев. По словам специалистов, людей с большим сердцем в Казахстане немало. Поэтому возможно, что в ближайшем будущем в стране появится Академия неправительственных организаций, в которой граждане с активной гражданской позиции смогут получить необходимые знания и квалификацию.